Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики канала Александр Охрименко, экономический эксперт. Со мной на связи прямо сейчас. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Александр, во-первых, я хочу ко всем обратиться, чтобы вы подписались на YouTube-канал Александра Охрименко, чтобы вы были подписаны на YouTube-канал Александра Шелеста, поставили лайк этому видео и написали комментарий. Ну, это такая прелюдия к нашему разговору, а он на самом деле будет непростой. Нацбанк опубликовал данные по украинскому бизнесу, 27% падения из-за электричества в украинском бизнесе, ну и есть данные, что 15 миллиардов гривен напечатали, ну, эмиссия. Собственно, не очень радужные прогнозы и как-то уж совсем не соответствуют бюджетам, которые принимает парламент. И экономика действительно, ну, плачевное состояние сейчас имеет. Что скажете по поводу этих новых данных уже после кризиса в энергоинфраструктуре, которую разбомбили, да, россияне? А, да. Ну, давайте начнем по полочкам. Ну, во-первых, 15 миллиардов – это очень-очень мало, это ничтожно мало. Да, на сегодняшний момент эмиссии фактически нет. Тем более, это была эмиссия где-то в начале, ну, в прошлом месяце. Чтобы вы правильно немножко поняли, у нас же все измеряется триллионами. Ну, чтобы просто... Падает 15 миллиардов – это как 5 копеек, да, ну, вообще никак. Это не влияет. И вообще сейчас эмиссии практически нет. Падение – да, но вы же сами понимаете, что если нет электроэнергии, какая-то часть бизнеса работать не может. Это проблема, не спорю. Хотя, обращаю ваше внимание, сейчас электроэнергия распределяется следующим образом. Сначала предприятие, а потом население. Да, в некоторых случаях это очень сильно злит население. Спорить не буду, но по-другому не получается. Это действительно есть проблема. То, что действительно часть бизнеса не работает, ну, скажем так, кризис мы уже пережили. Если вы помните начало войны, вот тогда действительно не работало очень много. Сейчас, по большому счету, даже несмотря на эти проблемы, существенного уменьшения работающих предприятий нет. Очень интересно здесь показать, чертовски интересно. Количество работающих ресторанов. Четкий индикатор. Ну, четкий до дурения. Понимаете? Потому что вот он четко с РПК. Так вот, смотрите. Началась война, там, минус 70%. Ну, это понятно, это логично к ресторанам. Потом вернулось. Сейчас, на сегодняшний, минус 30%. То есть, 30% ресторанов, которые работали до войны, не работают. Ни спор. Нормально. Ну, все-таки война есть война. 70% работают. Причем, даже несмотря на дефицит электронерии, работают. Самое интересное, что и оборот растет. Люди в ресторанах ходят. Значит, деньги все-таки есть. То есть, поймите правильно. Наша экономика сейчас в состоянии войны. К сожалению, она затягивается. Но при этом наш бизнес наловчился. Вот именно слово «наловчился». Работать в условиях войны. Со всеми проблемами. Проблем очень много. И я так понимаю, что одна из проблем – это электронерия. Вообще-то, когда делали вопрос бизнеса, они на первое место поставили как раз неэлектронергию. Они говорят, ну, это вы порешали. Цену сырья. Сейчас сырье довольно дорогое. Ну, все. Топливо, материалы и так далее. Они говорят, возникает проблема очень дорогая. Ну, естественно, это отражается в целом на бизнесе. Починая еще от продуктов питания, заканчивая строим материалы и все остальное. Вот это есть проблема. Так что, да, проблема есть. Ну, а что вы хотели во время войны? Ну, во время не всегда есть проблемы. Но не такие страшные, как были в начале войны. И это уже положительная тенденция. Александра, вы говорите, ну, это не вы говорите, это так, Кабмин решил сначала предприятие, а потом люди. А что мы наблюдаем в Одессе сейчас? Просто некоторые засекреченные графики отключений в Одессе связывают как раз-таки с АМИАКом и сделкой? Нет, там не АМИАК, давайте скажем правду, там порты. На сегодняшний момент порты работают, а порты довольно дорогая игрушка, но энергетически. И электронервник поставляет порты. Тем более, вы знаете, что Одесса это же не один город, это же порты, я почему назвал. И да, на сегодняшний момент, ну, действительно имеет место такая, как бы, трошки. Но я понимаю, болезненный вопрос, потому что люди говорят, порты же работают, работают. Свет есть, есть, причем круглосуточно, они не останавливаются. И в Одессе да, АМИАК не работает. Одесский припортовой вообще практически стоит. Там другая проблема, сырье, которое поставляли туда, его поставляли с Россией. Сейчас не поставляют вообще, по этой причине он сейчас перерабатывает, ну, немножко газа, нашего газа. Но это очень маленький объем, это вообще никак не влияет. И он, между прочим, работает как раз только по часам. Вот, понимаете, Курью, тут другая ситуация, он не может больше работать, потому что ту продукцию, которую он делает, сложно продать. Но она дорогая получается, понимаете, получается, его АМИАК дороже в купить импортную. Вот чем Курью. Так что здесь, а вот порты, да, порты сильно плюс, ну, портовая инфраструктура. Вы же знаете, понимаете, ЖД надо? Надо. Погрузка надо? Надо. Электроэнергия надо? Ну, вы, наверное, догадываетесь, очень много надо. И здесь, конечно, есть приоритетность, и все объясняют. Но если мы остановим порты, остановим экспорт. По этой причине, да, жителям Одессы можно такое посочувствовать. Только, потому что, действительно, они в такой ситуации, ну, очень неприятный. С одной стороны, дефицит. Все же понимают, что в результате ракетных ударов есть дефицит. С другой стороны, превосходно понимают, что в первую очередь идет зерновой коридор. Куда идет амитарная идея. Александр, а все-таки сделка вот эта аммиачная состоится? И какой она будет? Да не будет никакой сделки. Это какие-то болтовни аж-журналисты. Не, ну, серьезно. Там ничего не будет, и ее даже не было и раньше. А почему она вдруг в состоянии войны будет? Ну, вот представьте себе, есть, ну, действительно, продуктопровод с Россией. Вы хотите сказать, что через него сейчас, во время боевых действий, будет сырье поставлять? Ну, газ же поставляют. Стоп. Нефть поставляют? Давайте газ не поставлять. Нет, не поставляют нефть, не газ. Давайте немножко уточним. На сегодняшний момент, да, действительно, газ прокачивается в Европу через газопровод. Да, есть горячие головы, радикалы предлагают, давайте мы перекроем. Ну, понимаете, тут какая ситуация? Тогда, получается, мы нанесем удар по Европе. И здесь есть болезнь на вопрос. По этой причине, да, газопровод, правда, он работает сейчас только на 30%. Ну, там часть получилась, ну, поломали, как бы. И на сегодняшний момент, да, газопровод работает. Газ транзитом поставляется в Европу. Не в Украину, не путайте. Украина купляет, а с Европы. Ну, ты постоянно эти разговоры, почему мы не покупаем напрямую, почему покупаем. Нефть мы давно, ну, уже года четыре не покупаем. За Азербайджана покупали, спорить не буду. Над кораблями возили. Сейчас, вы сами понимаете, проблему. Сейчас, на сегодняшний момент, нефть завозят, действительно, с Румынии. Ну, там такие объемы маленькие, ничтожные. А с Россией давно нефть не покупали. Так что здесь, в принципе, такого даже быть не может. И все-таки, ну, неужели вот этот вот, там, шаг навстречу, да, вот, открытию аммякопровода через, там, обмена все на все, который предлагает Киев в Москве, ну, не может быть реализован? Не может. Его не могли реализовать даже во времена Порошенко. Хотя Порошенко и Коломойск, там же, чтобы вы правильно поняли, люди Коломойского и Порошенко лично общались в Кремле и договорились даже про тариф. Но! Да, Алчинс погубила и тех, и других. Ничего не сработало. Нет, там, понимаете, как, эта сделка, говорю, даже в таких условиях, ну, как бы, не боевых, не работала. А сейчас однозначно. Тем более, там, смотри, какая ситуация, для того, чтобы работал этот самый, ну, его сейчас даже запустить невозможно. Его очень давно остановили, он уже давно стоит. И там даже, если сейчас его запустить, ну, по-нормальному. Сначала надо провести ревизию, взорваться же может просто. После этого подготовить, а после этого запустить. В условиях войны это нереально абсолютно. Как можно провести ревизию, если она у части этого продуктопровода на территории Украины, причем в зоне неубоевых действий, это Харкейскому. А часть на территории России, это абсурд. То есть, его запустить, его даже, вот, если, скажем так, договориться, ну, вот, война закончится, победа, потом сказать, ребята, давайте запустим. Стоп, 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 стоп. Полгода! Мы сейчас будем разбираться, можно ли его вообще запустить, или вообще нельзя. Тут, смотрите, тут ситуация такая, что его можно, может так сложиться, вообще не запустят. Спецы скажут, нет, аварийная ситуация, запускать нельзя, надо нового уже. То это тоже возможно, не удивляйтесь. Александр, а что происходит вокруг Запорожской атомной электростанции? Макрон говорит, что МАГАТЭ удалось добиться, что вывели вооружение тяжелое, в Кремле парируют, говорят, так и не было никаких тяжелых вооружений. Ну, и, собственно, вообще вот эта история с подготовкой к стаче, ну, как у нас любят препарировать эту информацию вокруг Запорожской атомной электростанции, как-то сильно затянулась. Да нет, там ничего не затянулось. Ну, вы понимаете, Путин из принципа не хочет уступать. Макрон озвучил свои предложения, не путайте дебошей. Это не значит, что российские войска вышли. Они как были, так кажется, там мало что, там между, стоят ракетные установки, ну, грубо говоря, грады, между самых этих ядерных реакторов. То есть все там стоит. Там другое дело, что когда украинская армия освободит Мелитополь, то, конечно, они убьют. Тут все это довольно просто. Потому что если действительно освободит Мелитополь, то эти ребята сами поймут на нас сваливать, иначе они попадут в окружение, тогда они действительно резко-резво уберут. Хотя, правда, заминируют, действительно, Запорожской атомной даже потом запустить сразу будет невозможно. Ее разломают так, что надо будет армонтировать, армонтировать, армонтировать. К сожалению, это факт. Понимаете, какая ситуация? Ну, вот вы Макрона вспомнили, Эрдоган говорил. Ну, как вы не можете понять? Путину говорить бессмысленно. Там немножко есть такая ситуация. Даже мы не Путин. Давайте Кремль. Путин вообще большую роль в Кремле не играет. Он просто фасад. Там позиция такая довольно жесткая. Война на уничтожение. По этой причине любые предложения, ну, Макрона, давайте, действительно, атернастанцы, не будем рисковать, будем думать, Кремля эти не проходят. Она это не понимает. Они понимают только, когда наносят по им удару. О, тогда это чувствуют. Вот, знаете, сила на сила. А переговоры, нет, это не сработает. Так что МАГАТЭ, да МАГАТЭ вообще по большому счету. Ну, вы сами видите, она не работает, эта инструкция. Да, она существует. Да, есть там начальник. Ну, вы же видите, она не работает. Это что есть-то есть. Сегодня сообщили, что 9 энергоблоков запустились. Энергоблок, который, ну, собственно, там, не вырабатывал мощности, выходит на вот эту тысячу мегаватт. И, собственно, вроде бы как такой позитивный сигнал. Но дефицит электроэнергии все равно большой. И все равно проблемы с электричеством продолжаются. Как бы не сходится что-то в этих сообщениях Укрэнерго и Галущенко, министра энергетики. Все там сходится. Проблема в том, что, смотрите, энергоблоки запустить можно, их и запускают. Они все запущены, их у нас вообще-то 12. Это ладно. Но у нас проблема другая. Российские ракеты очень сильно повредили лепы. Но вообще, если вы слышали заявление, ну, скажем так, если электроэнергии ТЭЦы еще как-то восстановить, и сейчас их практически запускают и запустят, то получилось, ну, больше половины сказок. Лепов у нас надо восстанавливать. Чтобы вы немножко правильно поняли, это же их восстанавливает. Но за день сложно. Там вообще, по большому счету, когда руководитель ДТЭК сказали 2 месяца, тут сразу на них набросились, как можно. Но они сказали, они сказали правду. Они сказали правду, что для того, чтобы восстановить разрушенные лепы, надо 2 месяца, не 2 недели. Ну, понимаете, вот правда, она немножко страшная. Но она такая. Потому что, представляете, что значит восстановить лепы? Это колоссальное количество. Трансформаторы само собой, разумеется. Но это же и линии электропередачи. Причем же, смотрите, сейчас же не просто восстанавливают, а строят новую модель, чтобы потом российские ракеты не могли это уничтожить. А это действительно время, время, время. По этой причине у нас на сегодняшний момент электроэнергии вырабатывается достаточно. Доставить проблему. Вот почему с Одессой мы вспоминаем. Там проблема в чем получается? Электроэнергии хватает. Мало того, в Одессу можно из Румынии взять. Но проблема в том, что нету вот этого, как доставить. То есть сеть, которая доставляет электроэнергию, ну, очень сильно поломана. И сейчас ее делают. Но за день, за неделю ее сделать невозможно. Ну, никак. Даже если там круглосуточно работать, ну, никак. Вот в чем беда. И действительно, вот это время восстановления, оно затягивается. Не дарво сказали, да, к весне сделают. Люди честно сказали. Потому что, чтобы это все восстановить, это время. И вот если хотят по-новому еще построить, то опять время. Вот такая ситуация. Ну, здесь заявление ДТЭК тоже очень интересное. Сначала дефицит был меньше. Потом он стал 40%. И тут возникает непраздный вопрос. А что делать? Тем более, что, ну, за этот период, который там рапортует ДТЭК, обстрелов пока что не было. Ну, там, смотрите, какая ситуация. Обстрела мы не было. Но вот когда начали ремонтировать, давайте немножко несем. Когда были обстрелы, они бросили времянку, так сказать, званую, ну, аварийную. Это вещь, ну, временная. Но когда они начали капремонт, вот по этой причине, они сказали, они часть отключили. А абсолютно правильно сделали. Я их понимаю. Причем добавьте сейчас погодные условия. Ну, вы же понимаете, что, да, погодные условия эти всегда влияют. Они добавили, и по этой причине они говорят, да, действительно, на сегодняшний момент, поймите, реально. Вот, понимаете, электронирование без проводов, ну, вы же сами, ведром же их не занесешь. Нет. И пока не сделаешь эти провода, трансформаторы, все, не сработает. Причем, я говорю, не времянка, нужна стационарка. А это, ну, представляете, как устанавливается, к примеру, серия трансформаторов. Ну, вот вы визуально можете себе представить, какие у них громадные, сколько надо времени, чтобы их установить, настроить, запустить. А теперь добавьте еще линии ЛЭПы, провода, ну, визуально вы так подумаете, ага, сколько же надо времени, сил, чтобы это все сделать. И да, на сегодняшний момент это делают, и действительно, ну, как вам сказать, тут еще проблема. Это же все делают долг. Поэтому ДТЭК действительно сейчас национальный герой. Просто долг делает, все в надежде, что, может быть, потом кто-то рассчитается. Кто-то, это кто? Ребята, а это уже посмотрим. Ну, есть разговоры красивые, что конфискует часть актив России, хорошо. Три разговоры, Евросоюз денег даст. Ну, третье, тогда уж как карта ляжет. Потому что, честно говоря, ну, долг всегда можно реструктуризировать, уформить на госдолг и будет долго болтаться. Лет 10-20 пока не предстоит. Что касается вот этой помощи Европейского Союза, Урсула фон дер Ляйн, 30 миллиардов светлодиодных лампочек пообещала поставить в Украину из Европейского Союза. Ну, сразу у всех как-то новогоднее настроение проснулось. Гирлянды будем делать из этих 30 миллиардов лампочек. Что это за помощь такая? Нет, ну, это она просто сказала про лампочки. Нет, там помощь другая, там 18 миллиардов евро, вот это реально помощь. Нет, там, смотрите, 2 миллиарда они действительно выделили на аналитическую систему, поставляют. Лампочки здесь большое значение не имеют. Да, поставляют довольно много трансформаторов и плюс действительно аналитическое оборудование. Единственное, что вы правильно что поняли, это поставляют движение. Это не значит, что, вот говори, вот поставить 100 трансформаторов за месяц, в лучшем случае, а то за 2. Потому что, она же понимает, это же не 100, это же не сразу так, это же не такие трансформаторы, которые можно раз и завезли. Так что, поставляют, ну, просто говорю, что опять же, надо больше, быстрее, там получается. Другое дело, что действительно, вот, если уже мы про Евросоюз, вы, наверное, слышали, что Евросоюз нам выделил 18 миллиардов евро. И все же пишут там помощь, помощь, помощь. Ну, вообще, это правильно, кредит, кредит, кредит. Значит, это кредит. Нет, это действительно кредит на 25 лет, очень низкий процент, там вообще 0,1 годовых, то есть, и 10 лет можно его не погашать. Но кредит. Так что, по большому счету, вот эти 18 миллиардов мы возьмем. Но их надо будет вернуть. Не вернуть нельзя. Это надо тоже понимать. Ну, вот у нас сейчас немножко говорят, чаще всего, помощь, помощь, а в кредите, да, так, стороночку, стороночку. Скажите, а что происходит с восстановлением жилья? Шуляк в начале недели вышла и сказала, что есть такие города, которые восстановить уже невозможно, то есть, их уничтожили под ноль, какие-то отдельные микрорайоны придется строить вообще заново. Но вместе с этими, ну, вот такими аналитическими, да, подходами к проблеме Шуляк, главы партии «Слуга народа», правящей партией в Украине, мы видим, ну, интересное с точки зрения ужаса репортажи из Киевской области, из Киевской области, где уже, там, ну, полгода, собственно, мирная жизнь, где люди вынуждены жить в разрушенных домах, вынуждены надеяться, уповать на то, что, ну, даже модульный городок не поставили, потому что начали вроде бы возводить, а коммуникации не подсоединили, ну, собственно, и все. И вот куда им деваться? Заморозки, обещают лютые морозы, и понятно, что ожидается большая проблема. То есть, Шуляк рассуждает о новых городах, а старые проблемы, ну, людям никто не помог. Почему? Денег нет. Нет, смотрите, ну, насчет разрушенных городов, действительно, Бахмут, если вы так знаете, его просто снесли с лица земли. Вообще история знает случаи, когда некоторые города исчезали. Так что не исключено, что после этой войны какая-то часть территории, люди просто не захотят возвращаться, и там такое может быть. Что касается, смотрите, некоторые дома, ну, которые, так сказать, было проще, в Киеве примонтировали, тоже Киевскую область примонтировали. То есть, да, такие проблемы решили, исходя из возможностей финансов. Но, понимаете-ка, ситуация, ну, наверное, вы слышали цифру 600 миллиардов, 700, ну, вот можете любую называть, этих денег нет. По этой причине тут не имеет значения, хорошая власть, плохая, обещает власть, не обещает. Ну, представляете, где взять 600 миллиардов? Да. Даже гривен. Это нереально. А там некоторые говорят, 600 миллиардов надо в долларах. О, еще по этой причине. По этой причине на сегодняшний момент, да, то, что можно ремонтировать, ремонтирует. И вот тут, смотрите, какая ситуация. Очень сильно зависит от местного города. Ремонтируют, мы же добавляем, ремонтируют за счет тех людей, которым принадлежит жилье. Не совсем. Там, смотрите, по-разному. Все зависит от местного города. Смотрите, ну, за счет, за чей-то счет, по крайней мере, в Киевской области, ну, окна ставят, и все. Не, не, давайте так, население ставит окна. Население понятно, что если можно ремонтировать, ремонтирует, выходит, да, за счет своих денег никто не спорит. В тот же самый момент, фактически пару домов, которые действительно, ну, многоэтажные, которые были разрушены, их поремонтировали. Но те, которые проще, потому что получилась так, часть жилья. Ну, что вам сказать? Там нас носите, строить по-новому. Архи сложно, архи дорого. По этой причине это уже после войны. На сегодняшний момент это нереально даже пофантазировать. А где можно подремонтировать, да, подремонтировать. И это реально. Просто тут и свойств какой, знаете, выбирают все зло, все проблемы и делают то, что получится. Потому что все, ну, никак не получится. Как бы мы это ни хотели. И тут призыв мне не поможет. То есть замкнутый круг, и люди в морозы останутся даже без модульного городка. Да нет, ну, какие морозы, умоляю. До морозов все, кто хотел, или выехали, или нашли где жить. Нет, это в проблеме существует. Вот как раз у нас этих проблем нет. Другое дело, что проблема другая. И вот я просто начинал с этих цифр. Смотрите. Даже если чисто математически посчитать, что надо будет 600 миллиардов. Я говорю, думаю, да будет больше. 600 миллиардов ривен. Для того, чтобы востроить то жилье, которое поломали. Ну, смотрите. Скорее всего, в год, в лучшем случае, будет 60 миллиардов. Значит, сколько надо будет лет, лет, чтобы это все востроил. Вы же понимаете? Это вот чисто математически. И ничего здесь не придумать. Да, опять же, сейчас мы начнем вспоминать. Россия заплатит, конфискуем активы. Но это все такое, знаете, шаткое, шаткое, шаткое. А вот то, что действительно люди, которые сейчас потеряли жилье, которые сейчас вынуждены там, ну, кто-то арендовать, кто-то переехал, кто-то знакомый. Вот тут проблема большая. Или они сами находят деньги. Я не знаю, я вот сразу говорю, ну, не знаю. Просто не знаю. Берут кредит, зарабатывают, где угодно. Если они восстанавливают, тогда есть шанс, что они более-менее быстро решат свои проблемы. А если ждать это государство, ну, вот я вам посчитал, приблизительно 10 лет, чтобы восстановить. Это я самый такой оптимистический. А может быть и 20. Ну, вы сами понимаете, 20 лет ждать, пока тебе бесплатно дают квартиру, ну, я думаю, это уже архидор долго и даже с учетом победы Украины. Вы знаете, вот сегодняшний энергетический Рамштайн в Париже, ну, с учетом того, о чем мы с вами уже поговорили, Александр, ну, как-то вот выглядит очень, ну, очень блекло, если сравнивать его с Рамштайном военным. Почему? Ну, потому что военные-то более популярны, чем энергетические. Ну, смотрите, военные-то больше пиар, а он более такой красивый, генералы выступают. Энергетический, он более скучный. Там на нем решают нас такие скучные вопросы, что просто заснуть можно, но действительно нужно. Просто поймите правильно, на сегодняшний момент нам действительно надо полностью-полностью перестроить энергетическую систему Украины. Опять же, деньги, время. И вопрос возникает в том, как ее перестраивать. В той простой причине, что, ну, мы ее сейчас ремонтируем, перестраиваем. Но все происходимо понимают, что таких денег в Украине, чтобы перестроить, нет. Значит, возникает вопрос, ну, Евросоюз должен дать. А Евросоюз, ну, как бы задает вопрос. Ну, хорошо, мы дадим в долг, долг. А сколько вам надо будет времени, чтобы вы рассчитались? И вот здесь сразу вся такая фри заканчивается. И начинаются скучные-скучные разговоры. Как, что, где, может, не надо, давайте, может, так. Потому что, благодаря ситуации. Да, Евросоюз сейчас может, грубо говоря, ну, давайте так, 100 миллиардов. Вот 100 миллиардов евро. Для него это небольшие деньги. Возникает вопрос, сколько Украины это 100 миллиардов будет возвращать. Так, по-честному. Даже я сейчас посчитать не могу, честно. Потому что эта сумма очень громадная. И по этой причине действительно Европе задают вопрос. Хорошо, вот мы дадим, а тогда как Украина будет возвращать? Или тогда мы дадим и будем считать, что она не вернет? А это уже вопрос болезненный. Не вернуть нельзя. Потому что тогда, получается, Евросоюз должен взять своих налогоплательщиков и объяснить им, мы забираем ваши деньги и даем Украине. Ну, это очень болезненный вопрос. Такое, я думаю, ни один европейский политик не повернет. Поэтому причине действительно проблема с проблемой. Если бы мы четко понимали, как мы погасим, а мы это сами не понимаем. И Евросоюз не понимает, как мы можем погасить эти долги. Александр, Гетьманцев недавно вышел и призвал, дал свой номер телефона личный и призвал всех предпринимателей, у кого есть проблемы с коррупцией, в налоговой или там на таможне, звонить лично ему. Александр, ну, как бы я понимаю, что, собственно, других, наверное, другого спасения, кроме Гетьманцева, у бизнесменов нет в условиях войны. Но все-таки зачем он это сделал? Ну, пиар, во-первых, а во-вторых, действительно, красивый жест. Не, вы не забывайте, что у нас в сегодняшний момент после этой войны у нас появится целая плеяда новых политических деятелей, в том числе Гетьманцева. В любом случае, имя его, вот понимаете, тут в чем политики прелесть? Не имеет значения, как человек ругает или фалит, он узнавает. Единственный недостаток для политика – это некролог. Вся остальная информация только положительная. Работает на его имя. Ну, а с другой стороны, вы же не понимаете, что он занимает такой комитет довольно, ну, как бы скандально популярный, потому что налоги – это же самое-самое. Да, действительно, красивый жест. Нет, смотрите, на сегодняшний момент у нас вообще нет проблем с налогом. Такой львольницы, которую получил бизнес. Ну, знаете, когда вот беседуешь с бизнесом, говоришь, ну, ребята, мы не ожидали, что так пофарти. Налоги можешь не платить, зарплату можешь платить в конверте, проверяющих нет, можешь спекулировать, контрабанды итаковать, чем хочешь, и ничего тебе за это не будет. Гуманитаркой можно тоже, да. Что? Гуманитаркой можно тоже. Ну, это уже кто, на сколько у кого беспредельно. Другое дело, что действительно, во время войны проблема кому продать. Да, это есть. Потому что, ну, сами же понимаете, вот это вот и... Но сейчас пацаны классно на бензине поднялись, сейчас на генераторах шикарно поднялись. То есть, помните, война даёт возможность шикарно заработать. Для некоторых. Сразу говорю. Вообще история знает массу случаев, что после любых войн появляется новый успешный бизнес. Это действительно будет. Потому что столько, сколько можно заработать на войне, в мирное время сложно заработать. Так что тут ситуация довольно простая. Кто хочет работать, работает. А кто не хочет, скиклить. Жалуется, рассказывает, что всё плохо. Ну да, действительно, во время войны работать бизнесу тяжело. Но и прибыльность, чёрт, возня. Обращаю ваше внимание, война закончится, это лоха закончится. Уже такой вольницы не будет. Так что надо сейчас рвать, пока есть вольность. Потому что такого не будет. Скажите, а если так посмотреть правде в глаза, то претензии Ахметова к Зеленскому, которую он высказал недавно, они с этим связаны? Да нет, претензий там никаких нет. Просто действительно на сегодняшний момент Датайк за счёт своих денег ремонтирует на их систему. На сегодняшний момент, конечно, Ахметов хотел бы понимать чёткость, как ему компенсировать любых. Такой чёткости нет. Ну, со временем, я говорю, скорее всего договорятся про реструктуризацию дорога. То есть оформят описание цены бумаги и просят одного за двух. Это более реально. Не, ну на сегодняшний момент, действительно, сейчас фактически Ахметов, на сегодняшний момент, восстановление энергетики, это за счёт его собственных денег. Довольно сложная задача. Ну, тут надо немножко понять, что за исключением двух украинских олигархов, все остальные сейчас финансируют и помогают Украине. Только два. Действительно, ну, как бы удалились. Один в бегах жива, а второй Коломойский, ну, в самом деле, очень гадеозная личность, который посчитал, что это не его война, по этой причине денег давать не будет. Все остальные, ну, скажем, кто деньги даёт, кто, вот видите, в долг ремонтирует. Так что здесь ситуация. После войны рассчитается. Там действительно, честно говоря, мне даже сложно представить, как после войны будут решать этот сложный вопрос, кто кому, сколько должен, и как эти долги погасить. Потому что долги громадные. А что такое после войны? Это когда? Удохнук. А это уже ответ Калестович. Вопрос Калестович. Он сказал чётко. Лето 2023 года Украина победит Россию. Всё. Так что всё очень просто. Угу. Обещанного полгода ждут. Где-то мы это уже слышали. Да нет, я же говорю. Аристович – это наш специалист по завершению войны. Так что туда всё. Просто получается странная история, что вот если брать бюджет Российской Федерации, которые они увеличили, причём серьёзно увеличили на военную составляющую, то вряд ли в следующем году вообще война может закончиться. Нет, наш бюджет тоже чисто военный. Нет, давайте так, смотрите. Бюджет Украины и России, он военный. Это и другие. Но всегда делается как? Пока война идёт, бюджет военный. Если война закончится, бюджет пересмотрен. Там всё довольно просто. То есть это не значит, что персонажи уничтожили. Понятно, Путин хочет выиграть. Украина хочет его уничтожить. Всё довольно просто. Если действительно Украина побеждает, появляется, так сказать, мир, победа, бюджет пересматривает. И Украина и Россия. Вот такая ситуация. То есть эти цифры ни о чём не говорят? Нет, они говорят, что сейчас война. Просто всегда, я говорю, когда идёт война, делается военный бюджет. Он делается действительно на то, что война идёт год и так дальше. Понимаете? Но если война заканчивается, бюджет пересматривается. Такая всегда. Всегда всегда. А санкции американцы ввели против Вовка, судьи окружного суда. И его этот суд сегодня парламент ликвидировал. Ну, как бы, нет человека, нет проблем. Нет суда, нет и судьи. Санкции – это другое. Конечно, по отношению к этому человеку, ну, это её личное, так сказать. Я не знаю, зачем он заелся, понимал, что к этим закончится. Санкции – это касается его личных денег, его активов. То, что он не является, ну, грубо говоря, нет суда, это не значит, что санкции исчезли. Нет, санкции на месте. Вообще, понимаете, персональные санкции просто, ну, скажем, это очень болезненная вещь. Я понимаю, что, и очень надеюсь, что большая часть зрителей канала никогда не будет иметь проблем с санкцией. Никогда. Не дай Боже. Потому что их ввели, а от них сдыхаться практически невозможно. И это действительно очень сложная вещь. Архи сложная. Я так понимаю, что здесь, ну, я говорю, я не понимаю, зачем он заелся. Он мог бы спокойно на каком-то этапе найти общий язык и не вставать в позу. Но он встал в позу, ну, соответственно, он получил санкции. Лично его проблема. Друзья, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, подпишитесь на канал Александра Хрименко, поставьте лайк, напишите комментарий, что вы думаете по поводу нашего разговора. Мой финальный вопрос к вам. Александр, а есть вообще какой-то просвет? Потому что, ну, я помню, мы неоднократно с вами там в эфире разных каналов, в разных встречах говорили, а есть ли возможность экономического чуда? Сейчас даже о таком и, ну, и говорить вроде бы как, ну, в общем-то, бессмысленно. Есть ли какой-то, какой-то шанс у Украины, потому что чем дальше, ну, можно оптимистично смотреть на вещи и ждать вот этой победы, но и когда смотришь из квартала в квартал, особенно по вот этому военному году, понимаешь, что дальше будет еще сложнее. Курс доллара держится, ну, условно, да, на честном слове о том, что перечислят деньги и, там, закроют дыры в бюджете из Запада. Экономика, ну, тоже наладом дышит. То есть, что может реально помочь? Есть какие-то рецепты? Да нет, сейчас же война, какие рецепты. Закончится война, будет все хорошо. Нет, ну, во время войны всегда такая ситуация. Еще раз хочу вам напомнить, самый сложный период мы пережили, он был весной, это был действительно самый сложный. Сейчас, на сегодняшний момент, экономика наша перестроилась на военные рейсы. Она имеет, я говорю, вот эту специфику военных, когда бизнес может рвать, рискнуть, заработать по-сумасшедшему, или действительно не работать. Ну, военная экономика всегда на этом строится. Обращаю ваше внимание, что по большому счету все такие страшные прогнозы, которые были в начале войны, не сработали. Ну, инфляции тысячи процентов у нас нет, у нас это 26. И девальвация гривны, это нормально. В принципе, во время войны девальвация бывает и тысячу, и десять тысяч. Ну, к сожалению, это война. Что касается общей ситуации, ну, ждем победы, понимаете? Действительно, какой может быть экономический чудовый слой войны? А после войны тогда посмотрим. Там тоже нельзя сказать, что все будет идеально. Но тогда уже, что называется, закончимся победой, посмотрим, оценим, и тогда уже будем говорить, куда будем двигаться, как двигаться, и чем это все закончится. А пока что ждем только победы. Ну, и, в общем-то, учимся, ну, уже как бы научились жить в условиях войны. Да, 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 вот такая ситуация. Ну, что поделаешь? Войну мы не заказывали, но должны победить. А если нет? Нет, ну, Украина не может не победить. Вы сами видите, российская армия полностью развалена. На сегодняшний момент даже в Кремле открыто уже, уже не прячутся, открыто обсуждают капитуляции. Вопрос только стоит в том, как капитуляции. На сегодняшний момент действительно в Кремле обсуждают модель, как глубинному народу объяснить поражение. То есть, ну, им надо объяснить не поражение, а победу. Как представить победу? Ну, одна из вариантов референдума, который они делали, это же был трюк, они думали, что сейчас это как раз сработало. Не сработало. Ну, полностью. Причем, те, кто организовал это все, сейчас по шапке получают в Кремле ни за что ни про что говорить. Вы же обещали. Они сработали. По этой причине сейчас как бы идея, ну, давайте покажем, что мы еще на что-то способны. Вот такая ситуация. Ну, сейчас тема, в общем, обсуждается, Крым не сдадим. Хотя уже политики говорят, Крым сдадим. Это просто очень болезненно. То я говорю, сейчас в Кремле обсуждают только капитуляцию. Но так, чтобы они сказали, ну, видите, вот еще идею, которую они сейчас толкают, скорее всего, она это будет. Да, мы все проиграли, но НАТО на нас не напало. Александр, но ведь погодите, ведь это же тоже очень интересный момент. Хорошо, Россия капитулирует, там, и Крым отдает. И, собственно, власть, несмотря на там разное мнение разных экспертов, аналитиков, сохраняется в Российской Федерации. А что дальше? Дальше, моментальная отмена... На счет власти тут как раз спорно. Тут, смотрите, есть несколько вариантов. Первое, поменять. Ну, вы, наверное, слышали, что обсуждаются преемники. Да, на сегодняшний момент преемников там больше 20. Причем, если раньше шукали, сейчас открыто обсуждают, это даже никто в глаза говорит. Другое дело, что преемников много, и сейчас даже обсуждают, типа, и вот этот дельфинский вариант, ну, когда премьер, уходит президент по состоянию здоровья, премьер ставит исполняющий объект, ну, вы же помните, как вот Путин стал. Да, это уже открыто говорят даже не другое дело, что кого? Мишутин не подходит разумеет. Он сразу отбрасывается. Они рассматриваются преемник даже в любом варианте, ну, по ряду там таких субъективных, объективных факторов. Потом, действительно, рассматривается вариант на территории американских, разделение страны, когда будет несколько государств, тоже вариант этот, вариант Б, его поговорят, обсуждают. Да, есть противники говорят, что это не надо делать. Надо оставить Россию как есть, просто поменять власть. Другое дело, что в России хотят поставить типа Собчак. Я сразу забыл. Они вообще хотели поставить типа Собчак. Ну, как это сделать? Идея-то, красивая. Китай вообще хочет поражения России и развала. Однозначно. Да ладно. Китай четко в основном на развал, потому что тогда они возьмут под контроль часть, ну, азиатскую часть точно. Так что, видите, тут сейчас, на сегодняшний момент, никто, вот сейчас ни один вам политик не скажет, что будет дальше. Планов много, проектов много. Какой с них будет, посмотрим. Скорее всего, какой-то комбинирован. Но то, что Россия проиграла, ну, ну, мобилизацию, вы же, наверное, уже и сами догадались, что когда было это заседание, Путин, все, мобилизация. Генералы, его чуть за барки не взяли. Никакой мобилизации, родной, нельзя, родной, роднюсенький, никак. В конечном итоге появилась формулировка, которая отсутствует. Частичной мобилизации вообще нет. Ну, такого не существует понятия, частичная мобилизация. Она или мобилизация, или не мобилизация. Понимаете как? А то, что они придумали, это говорить о том, что, ну, генералы стали позу никак, и тогда уже говорят, ну, давайте хоть что-то так сделаем. Вот они сделали, но это пример того, что они проиграли. Это факт. Второе дело, что опять же, но война не заканчивается за один день. Да, она тянется. И вот это вот влияет на жизнь украинцам, на экономику, на жизнь России тоже влияет. Так что так рад. Нет, ну, смотрите, мы ведь ждем победы. Я просто к чему я, да, вот пока мы ждем победы, вот мы достигли победы, Россия капитулировала, осталась в своих границах, с нее быстренько поснимали санкции, вернули на рынки. Нет, санкции не снимут. Санкции не снимут, даже когда она капитулирует. И на рынки не вернут. Поймите правильно, войну же просто так же, на сегодняшний момент Россия рассматривает, как сырье продано. И действительно, цель достигнута. Россия продает сырье очень дешево. Это нравится Китаю, это нравится Европе. Обращаюсь, Европа на этом зарабатывает. Это и США нравится, но все. По этой причине, даже, ну вот, понимаете, как такой капитуляции не будет. Я говорю, что нельзя выскормить глубинному народу, очень сложно. Будет что-то наподобие некого перемирия, где будут виноваты генералы. Но в результате этого, соответственно, не будет мирного договора, классического. В результате этого, европские санкции остаются, мирного договора нет, нет, все, значит, то есть тут, поймите правильно, санкции вводят, но не выводят. Вот это просто причинит, что главная цель санкций, это действительно, максимально ослабить Россию, но при этом оставить, чтобы Россия сырье подешевала в основном. И ради этого война ведется, и ради этого, в общем-то, все эти события. Всегда смотрите деньги. Война – это не за лозунги, война – это за деньги. А здесь цель четко понятна. Дешевое сырье с Россией в интересах. Ну вот, ну давайте так скажем, участников, которые наблюдают за этим процессом, потому что Китай же наблюдает и зарабатывает. Та же Турция зарабатывает, Европа зарабатывает. Да, действительно, но им интересно, зарабатывает на России, при этом наблюдая, что в Украине идет война. Та есть. Александра Хайминка, спасибо вам большое за ваше время и ваши мысли. Друзья, берегите себя, пожалуйста, сохраните там друг друга, заботьтесь друг о друге. Всем традиционно желаю добра и света. Увидимся обязательно.